Завершился исторический визит патриарха Московского Эвсея Руси Кирилла в страны Латинской Америки. В течение 11 дней предстоятель Русской Православной Церкви посетил Кубу, Парагвай, Бразилию и Антарктиду. И по итогам этого визита состоялась мультимедийная пресс-конференция, в которой приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легойда, и также сопровождающий патриарха в легендарной поездке, заместитель главы отдела внешних церковных связей Архимандрит Филарет и руководитель пресс-службы патриарха Александр Волков, который дал интервью нашему каналу после окончания брифинга и подчеркнул значимость сохранения семейных ценностей для развития общества. Позиция декларации, в которой зафиксировано наше несомненное стояние на этих ценностях и фиксация того, что нам это важно и мы об этом с болью говорим, конечно, очень важно. И вот этот посыл патриарха и папы на самом деле есть то очень важное, что есть в этой декларации, то ради чего на самом деле она во многом и была подписана, ради того, чтобы совместно засвидетельствовать перед всеми нашими общинами, перед внешним миром, о том, ту боль, которая есть сейчас у православных, а значит напутствовать всех нас и православных, и католиков, тому, чтобы с гораздо большей степенью решительности и решимости отстаивать наши ценности, нам нечего бояться. Владимир Легоида в ходе встречи с журналистами указал на эпохальную важность, подписанную между патриархом Кириллом и папой римским Франциском совместной декларацией, в которой звучал призыв к мировому сообществу объединить усилия в защите христиан на Ближнем Востоке и Африке от гонений. Хотелось бы, конечно, еще раз подчеркнуть важность этой поездки и сказать о том, что ее сразу назвали исторической, и саму поездку, и встречу, о которой сегодня изменули. Это действительно тот случай, когда оценка эта, когда эта характеристика не является каким-то преувеличением, не является данью риторики журналистской или общественной, когда действительно она соответствует содержанию поездки. Это и посещение паства Русской Православной Церкви в разных странах, молитва о святыне. Это, безусловно, велчайшее свидетельство христианское современному миру на континенте, где христианство очень активно развивается, давно присутствует и сегодня также является местом свидетельства христианских ценностей, местом свидетельства Евангелия. Это встреча, которая произошла 12 февраля патриарха Кирилла и папы францистора, встреча, которая, как уже было многократно сказано, действительно открыла новую страницу и в истории христианства, и я бы даже сказал, что, возможно, в истории международных отношений. Не оставил патриарх без внимания и свою паству на Антарктиде, посещение которой имело духовный смысл. Церковь поддерживает все то благое, все то правильное, что она считает важным, в том числе героические труды наших соотечественников, россиян, которые были положены на протяжении многих и многих десятилетий уже для освоения этого ключевого для всего мира, региона. И поэтому, конечно, поддержка и духовное окормление людей, являющихся православными, которые живут там, это, конечно, очень важно. И в этом смысле это был пастерский визит к этим полярникам. Для них это было важно. И патриарх знает, что для них это важно. Поэтому он, преодолевая расстояния, нагрузки, временные какие-то сложности, приезжает к ним, для того, чтобы их увидеть, посмотреть им в глаза в глаза, вместе с ними помолиться. Конечно, там совершаются регулярные, постоянные молитвы, там есть священник, который там живет с ними вместе, разделяет их нужды и проблемы, и сложности. Но то исключительное внимание, которое предстоятель Русской Церкви уделяет этим людям, оно, конечно, говорит о том назначении, которое это место имеет для всех нас. Особую значимость имели личные встречи патриарха с жителями Латинской Америки, в частности, общение с соотечественниками в столице Парагвая, Асунсьоне. С патриархом встретились представители русскоязычной общины. Общение происходило в таком узком формате, за чашкой чая. Журналистов там практически не было, было достаточно мало. Была возможность прямого разговора между людьми. Одним из результатов этого разговора было то, что все обращались к нему с одной прошлой. Пишите нам священника. Так в Парагвае теперь появится приходской священник, который будет также выполнять миссию по сохранению русского языка за границей. Светлана Леонтьева, Илья Анисимов, телеканал Добро ТВ.